Владимирская драма «Из века в век». На сцене областного театра показали особый спектакль. Он рассказывает о его истории и становлении, о людях, служивших здесь и, конечно, о самых запоминающихся постановках. В 60-х годах 19-го века скутный репертуар Владимирского театра состоял из бытовых комедий. Вот вы. Кого вы играли вчера? Мужа. Так, мужа. И что же с вами происходило в песне? Жена мне извиняет, а я застаю ее с любовником. Показ приурочен к Международному дню театра, который отмечается 27 марта и 170-летию со дня создания Владимирского областного академического театра драмы. Подсознательно, конечно, это существует, что это дом, в котором мы все живем, дом, в котором нам всем должно быть комфортно, дом, в котором нам должно быть уютно, радостно. Мы должны приходить в театр и улыбаться друг к другу, мы должны приходить в театр и любезно раскланиваться друг с другом. Актеры и зрители отмечают, что уровень спектакля в театре стал выше, особенно в последний год. Это подтверждает и статистика. Количество посещений растет. Только за 2018 год здесь побывало 142 тысячи зрителей. Больше стало и молодежи. Мы постоянно ездим на гастроли и за границей. Здесь мы участвуем в фестивалях. У нас замечательный режиссер, где последняя постановка, Дмитрий Астрахан, мне посчастливилось с ним работать. Ольга Владимировна Гунина – координатор наших фестивалей. Тоже благодаря ей мы попадаем на известные фестивали из-за границы и здесь. Нас ждут. Мы на хорошем счету, мы на хорошем уровне. В этот день Борис Гунин отметил и свой личный праздник. 15 лет он возглавляет Владимирский театр. Это наш общий праздник. И спасибо, что мы его будем отмечать вместе. По традиции, в Международный день театра актерам вручается премия имени народного артиста СССР Евгения Евстигниева. В этом году ее получил Андрей Щербинин. Я хочу поблагодарить всех за столь высокую оценку. И еще раз хочу сказать нашему любимому, ни с кем не сравнимому Владимирскому зрителю, что это большая радость и очень большая ответственность выходить на сцену для вас. Медали за пламенное и преданное служение театру вручили главному специалисту по жирочной мастерской Ольге Евдокимовой и артисту Анатолию Шалухину. А диплом самого преданного зрителя получила Наталья Косточкина. Она не только постоянно ходила в театр, но и оставляла рецензии на постановки в социальных сетях. Мне кажется, не столько важно, каково произведение, сколько оно подано и как оно сыграно. Сейчас, мне кажется, вообще невозможно в театре предложить название без режиссера, без видения, как ты это покажешь. Потому что само по себе название еще не гарантия успеха. Еще одна награда стала неожиданностью как для ее получателя, так и для зрителей. Главный приз фестиваля «Фестиваль и у Золотых ворот» «Хрустальную шапку Мономаха» получила заведующая труппы театра Валентина Ленкова. Она приложила руку к каждому театральному фестивалю, который проходил во Владимире. К слову, следующий стартует уже в апреле.